Значит, у нас сегодня, дай бог памяти, видимо, все-таки про сети, да, про сети у нас сегодня лекция. И в этот раз, если у нас сегодня кусок лекции, кусок курса про сети в Linux, у нас внезапно мы не будем ничего такого нового про сети узнавать, а будем узнавать новое про Linux. Хотя бы потому это интересно, что, пожалуй, сегодняшний разговор будет наиболее практический среди всех, которые мы с вами имели. Почему так? Потому что мы с вами поднимаемся по стеку протоколов и добрались уже до прикладного уровня. А с прикладным уровнем ситуация следующая. Если разбираться с прикладными протоколами, так их миллион. Совершенно непонятно, что можно рассказывать про прикладные протоколы, коих вот, с одной стороны. С другой стороны, есть такая тема, прикладные протоколы, которые нужны для работы вообще чего-то в интернете. Но это тема следующей лекции. О чем же мы когда будем говорить сейчас? А давайте мы вспомним самое начало, когда мы с вами разговаривали про то, какие задачи решает прикладной уровень. В этом классификаторе у нас есть верхняя и нижняя половинка. Вот. О! Вот. 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 Вот последний человек, которого мы ждали. У нас есть верхняя и нижняя половинка. Один из них... Ну, задач-то как раз много. А вот какие цели мы при этом исследуем? Вот мы получили наш поток данных или датограмму, неважно что. Транспортный уровень сделал свое дело, данные приехали. Да? Что дальше делать? Первым делом операционная система, а кто же еще, должна законнектить этот поток с каким-то интерпрезентатором. Сопоставить как-то. Не знаю, с помощью портов, не знаю, с помощью чего. Ну, то есть знаю, и сейчас расскажу, но вот такая задача. Да? И, вообще говоря, как-то, опять-таки, операционная система должна этот интерпретатор вовремя запустить, чтобы он начал обрабатывать этот поток. И это то, что называется bottom half, да, вот между потоком и, собственно, обработкой. А top half – это как раз сама интерпретация, да, вот наш интерпретатор, не знаю, DNS-сервер начинает жевать какие-то DNS-ответы или посылать DNS-запросы и так далее. Ну вот. Так вот, мы с вами сегодня сосредоточимся именно на первой половинке, на то, как операционная система сопоставляет полученный поток данных какому-то интерпретатору, который должен обрабатывать, и как обеспечивает, ну, собственно, запуск. Вот. Поскольку мы уже решили, что на уровне транспорта мы будем пользоваться понятием порт, то задачи для достижения этих целей очень простые. Надо связать активацию по какому-то порту с запуском интерпретатора, вот, и запустить этот интерпретатор вовремя, например, заранее. Пускай он сам слушает на этом порту и ничего не делает. Вот. Есть еще одна тема, о которой мы не успеем поговорить. Интересно, почему мы ее не успеем поговорить. Потому что не успеем. Но эта тема скорее про прикладные свойства системы, чем про bottom half, а именно, вообще говоря, если у вас на вашем компьютере запущены какие-то интерпретаторы на каких-то портах, было бы недавно уведомить об этом окружающим. Сказать, что вот, смотрите, у меня там, не знаю, SSH-сервер запущен на 22-м порту или еще что-то. Но это анонсирование, это скорее как раз из разряда top half, это такой специальный протокол анонсирования. Вот. И еще интересная идея, это то, как эти самые запущенные сервисы пожирают ваши системные ресурсы. То есть сколько они списоединений зажирают одновременных, да, а надо ли им столько разрешать, или, например, надо просто каждый там, начиная с пяти, банить или просто не разрешать подключение, ну и так далее. То есть учет того, как потребляются ресурсы. Все это должна делать операционная система. И это такая вещь, которая не относится напрямую к понятию сетевых протоколов. Вот. Значит, тут надо сразу сказать, что поскольку мы имеем дело с линуксом и с линуксовыми всякими штуками, то... Ой, кстати, давайте мы скачаем новый образ. А можно я просто заканчу? Да. А термин демон и интерпретатор это одно и то же? Нет. С точки зрения, опять-таки, условно юникс систем, демон это специальным образом запущенная программа или там комплект программ, которые постоянно присутствуют в системе, но при этом активизируются только тогда, когда их попросишь об этом. Собственно, слово демон неправильно. Правильное слово даймон. Даймон в этом самом, в понятии Платона. Вот Платон в поздних своих трудах описывает какого-то такого странного духа под названием даймон, который является проявлением божественной сущности и вот помогает человеку, если тот его попросит. Вот в этом смысле юниксовые демоны, они на самом деле даймоны. Это некая программа, которая как-то активизируется, когда ты ее попросишь. В нашем понимании слово демон хорошо подходит, даймон, хорошо подходит вот к этому состоянию, что он постоянно находится в памяти, но активизируется только тогда, когда произошло сетевое соединение. Да, типичный даймон. Вот. Поэтому это немножко разные вещи, они, так сказать, из разных рассмотрений. Так, а что я хотел? Я хотел скачать новый, новый вот этот. Тут надо сделать предуведомление о том, что систем запуска и контроля сетевых сервисов в Линуксе, в общем, много. Исторически они у каждого дистрибутива развивались свои, иногда пересекались друг с другом, объединялись. В общем, никакой такой четкой стандартизации долгое время не было. А когда эту стандартизацию навели лично Лену Поттерингса, товарищи, который придумал такую общую систему как раз управления службами всевозможными, в том числе сетевыми, которая называется Систем-Д, по слухам он ее скопировал с Макосовской Ланч-Д. И все это так или иначе стало обретать некоторые рамки стандарта. Выяснилось, что сам Ленат, как программист, в общем-то неплохой, имеет очень-очень странное понятие о том, как программой пользоваться удобно, а как неудобно. Это вот, ну я так, это мое личное мнение, но я прям вот очень плачу всегда, когда вижу юзабилити от Ленарта, поэтому я даже специальный изобрел смайлик такой, ну то есть это известный смайлик, но вот он, когда вы видите его в моих высказываниях, это скорее всего замена вот этому. Вот, я тут в чатике делился о том, что, ну как странно, у Ленарта представлены вот то, а то, что удобно делать, что неудобно, неважно. Вот, а давайте мы большой терминал запустим, а не маленький. А этот закроем. Вот. Да, ой, а я, это же не то, простите, я кажется, что-то не то сделал. Я, ты, 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 ты. Точно ли я скачал то, что нужно? А мы сейчас узнаем. Секунду. Мы сейчас все узнаем. Вот, значит, пока оно у нас стартует, немножко разговоров о том, как вообще с точки зрения системы выглядит управление операционной системой. Эта часть всего проекта системы не самая большая. Есть такое понятие сервис системы. Ну, точнее, есть понятие юнит системы. Это некоторая общая сущность, у которых бывает много разных. Ну, реально много разных. Бывают сервисы, бывают таймеры, бывают сокеты, бывают mount point, бывают то, бывает все, бывает пятое, бывает десятое. И конкретно сервисы системы дешные, это некий файл с описанием того, как, при каких условиях и с какими дополнительными параметрами запускать некоторую программу, чтобы она, эта программа, работала системным сервисом, который там что-то такое делает. Вот. Мы с вами будем в этой мекции как раз редактировать эти самые сервис-файлы и запускать соответствующий сервис. После того, как соответствующий сервис-файл готов, с помощью программы, которая называется System.ktl, сервис можно запустить, остановить, перезапустить, посмотреть его статус, Enable и Disable включает или выключает использование этого сервиса на постоянной основе, то есть это, если вы сказали Enable, то он выдержит перезагрузку, вот, то есть он включит в системе на постоянке. CAD показывает файл этот на экран, вот. Еще есть System.ktl Edit, тоже с некоторыми упражненьками, я как раз на него жаловался в чатике, удивительная программа, вот. В частности, для того, чтобы просто отредактировать системный сервис, надо вызвать System.ktl Edit с параметры Full и Force. Если вы этого не сделаете, вместо редактирования сервиса он будет редактировать патч на этот сервис. Почему нельзя было сделать наоборот? Я не знаю. Ну ладно. Вот. То есть Workflow примерно такой. Мы редактируем сервис с помощью System.ktl Edit, Minus Full, Minus Force. Вписываем туда информацию о том, как он называется, этот сервис, какая программа его запускает, от чего он зависит, то есть после каких сервисов он должен быть запущен, и какие, возможно, какие сервисы зависят от него. То есть какие предполагаются другие юниты, необязательные сервисы, должны дожидаться старта нашего... Значит, тут пришел человек, жалуется на запуск докера из-под System.d. Посмотрите, пожалуйста, это настраивается, на что вы жалуетесь. Это называется... Я забыл, как это называется. Короче, ситуация, когда пользователь разлогинивается, все юниты дохнут, настраивается с точки зрения администратора, надо пользователю разрешить так не делать. Сейчас я попробую вспомнить, как называется это слово. Чего-то ринг. Забыл, поттеринг. Короче, это просто свойство конкретного пользователя, чтобы у него так не происходило. Так что не страдайте. Ну так вот, Workflow такой. Мы редактируем этот сервис, дальше мы его запускаем, пользуемся, возможно, останавливаем, перередактируем. Если мы перередактировали сервис, нам нужно еще перезапустить сам System.d. вот такой команды System.tale, demon.reload, потому что он не поймет, если мы отредактировали файл, System.d не поймет, что этот файл изменился, сервис надо перезапустить. Вот. Ну и вот так примерно это все будет происходить, происходить по кругу. Значит, где мы? Вот здесь мы. Другим юнитом является, является в составе System.d, так называемый System.d socket. Это тоже юнит файл, то есть такой же точно конвиграционный файл, но который описывает не старт сервиса, а обслуживание конкретного сокета. Ну, например, TCP-шного или UDP-шного. Соответственно, если мы хотим сделать, если мы хотим сделать некоторый системный сервис, который работает на определенном сокете, один из вариантов, это определить сокет и привязать к нему соответствующий сервис. Мы всем этим и сейчас будем заниматься. Вот. Теперь, значит, ну, не знаю, давайте мы вот тут посмотрим, какие у нас уже запущены сервисы. Вот. Вот все, что на нашей машине, почему degraded? Вроде там нечему дегрейдиться, все нормально. Вот. Вот все, что на нашей машине запущено. Да, вот, например, вот, например, Secure Shell Demon. Давайте мы его остановим. Видите? Этого процесса нету. Вот этого процесса нету. Он остановился. Он не слушает на 22-м порту. Давайте его снова запустим. Ну, давайте посмотрим статус ему. И снова запустим. Примерно так управляются сервисы с точки зрения SystemD. Вот он, видите, стопит. Вот он в состоянии стопит. Loaded Inactive в течение 18 секунд. Давайте теперь его запустим. Вот он, Loaded Inactive в течение 943 миллисекунд. Это мили или микро? Это миллисекунды. Вот. Ну и вот, соответственно, сокет статус подтверждает, что вот ССХ у нас висит на 22-м порту. Вот. Вот так управляются сервисы с системой. Это на верхнем уровне не больше, чем. Значит, немножко отступление. Как происходит связь с интерпретатором на основании чего? Какая есть информационная поддержка? Она не очень большая, но всякие well-known сервисы, общеизвестные сервисы, они, как правило, перечислены вот здесь. Файл DTC Services, в котором написано порт, протокол и общеизвестное название. Вот, например, Security Shell, 22-й порт, или какой-нибудь SMTP, 25-й порт, да, или какой-нибудь HTTP, 80-й порт, ну и так далее. HTTPS, 443-й. Вот. Этот файл в Линуксе довольно устаревший, прям совсем старенький. Вот. Вот. Прям реально старенький. Хотя, вообще-то регистрация well-known port numbers происходит по сей пору вот, значит, в той же самой организации ИОНа, где где регистрируется все остальное. Вот. Значит, ну вот, это что касаемо сервисов. Соответственно, мы можем пытаться обращаться к ним по именам, а не по портам, к этим сервисам, но это дело такое, вот. Мы с вами, вообще говоря, уже запускали нечто, что может быть интерпретировано как сетевая служба, например, например, нет как какой-нибудь. Это такая типичная сетевая служба. Да? ну давайте воспользуемся как обычно волшебным автонетом. Просто мне лень все остальное делать. Вот. Сейчас, секундочку. я сделаю по-другому. Я сделаю вот так. Значит, нам больше двух машин сегодня не понадобится. давай-давай-давай-давай-давай. Вот. Значит, да, еще раз, мы с вами уже пользовались такой штукой, которая очень сильно напоминала понятие сервис. Например, когда делали какую-нибудь, так, у нас тут уже настроено все, да, ниткат минус л раз, два, три, четыре. И это типичный сетевой сервис, который слушает на раз, два, три, четвертом порту и к которому можно получить подключение с другого хоста. Вот. 10. 10. 9. 0. 1. Раз, два, три, четыре. Вот. Вот они. Вот. Или суккат какой-нибудь, который может даже работать в какой-нибудь интересном режиме. Сейчас, секунду, я попробую вспомнить что-нибудь типа такого. Суккат, экзек, экзек, userbin.count, да, так, календарь же там, userbin.count, календарь. Во. Вот это у нас будет одна часть. а здесь tcp, listen, раз, два, три, четыре, use adder, помните, для чего, чтобы, когда он случайно упадет, сокет еще не висел в состоянии неудаленном, и, скажем, fork. Что я сделал неправильно? Listen.tcp. А, через дефис. О, значит, опять-таки, что сейчас происходит? Мы запустили некий сервис, который должен, по моему представлению, принимать соединение на порт 1,2,3,4, причем fork. То есть делать это много раз, мы можем сразу несколько соединений установить. Вот. И запускать вот эту программу, которая бы читала стандартный ввод, ничего там не будет на стандартном вводе, и выводила результат на стандартный ввод. Давайте попробуем. Упс. It works. Вот такой типичный сетевой сервис. Мы это умеем делать уже. Но мы это сделали руками прямо из командной строки. Как зарегистрировать такой сервис в операционной системе? Со всей очевидностью надо написать unit file, точнее, service file, который будет запускать ровно вот это в нужный момент времени. Давайте это сделаем. Значит, это так называемый полноценный сервис, потому что всю сетевую работу делает за нас SoCAD. Мы запустим SoCAD, это SoCAD будет слушать на раз-вот-три-четвертом порту, это SoCAD будет форкаться, когда будет происходить подключение, чтобы продолжать служить на раз-вот-три-четвертом порту, а в это время, значит, другие пользователи тоже могли к этому подключаться и так далее. Да? С точки зрения операционной системы главное просто его запустить и больше ничего. Вот. Давайте это сделаем. Да, значит, а, ну это я уже рассказал. Итак, с точки зрения операционной системы можно только запустить сервис, перезапустить, остановить, все остальное делает самослужба. Она делает вот эту самую слушать, она занимается интерпретацией, то есть прикладная часть тоже в ней, вот, и мы, наверное, можем как-то управлять этой службой, но опять-таки мы ей посылаем сигналы этой службе, она их как-то интерпретирует. Операционные системы ничего, кроме старта и останова возможно еще по расписанию там старта и останова ничего не делает. Вот. Выглядит это так. Так, а это что? А, это как посмотреть, кто у нас что слушает. Да, а вот сокат пресловутый. Вот, вот, вот это мы сделали. Значит, выглядит это как? Давайте отредактируем, скажем, System KTL едет, едет, службу, назовем ее календарь. Она не нужна сначала и создать? Нет. Ему надо сказать минус-минус force и минус-минус full. Я же говорю, удобство, вот, вот, всегда надо использовать эти ключи. Почему? Потому что. Можно ли перехватывать пакеты, предназначенные для другой службы? Вообще, любые пакеты можно перехватывать. Что вы реконсируете без ключей force? Значит, без ключей force она не создастся, а без ключей full вы будете редактировать не сам файл со службой, а патч к нему, который лежит в каталоге что-то такое, что-то такое, сервис.д, слэш и еще патч. когда служба запускается, все сначала, короче, берется исходный файл, потом все патчи на него, они просто складываются в одну большую полотенце, это полотенце, так, как это делает команда systemctl.cat, получается, сваливается в единый поток, и этот единый поток systemd анализирует, как если бы это был юнит. Это нужно, например, если sysadmin задал файл, а вы его патчите от пользователей, и нет у вас админских прав. Почему плохая практика не делает после первых патчей? Потому что прочесть это можно будет только с помощью systemctl.cat, вот, это будет много разных файлов, у этих файлов довольно прихотливый синтаксис мержа, потому что они же не патчат друг друга, они просто наслаиваются друг на друга. Ну и... Вот. Как там патчи работают? Не... Нет, там не патчи, это просто, они просто складываются в одну кучу, а дальше по каким-то правилам какие-то следующие записи отменяют какие-то предыдущие, не спрашивайте меня, не хочу в этом избираться. Что тут надо вписать? Ну вот, описание юнита нашего. Да? Вот. всего-навсего. И, собственно, описание сервиса. Фиолетовый текст плохо, не скрипшен, очень-очень-очень правильный. Просто название. Просто название, да, да, да. Ну вот. А здесь, соответственно, нужно написать что-то такое exec start. старт. Кажется. Могу ошибаться, но кажется, я не ошибаюсь. ESRBing. А, нет. Это служба, да. Надо вот эту всю-всю-всю-всю-всю фигню, которую мы с вами писали. Это же запуск службы. Вот прям всю ее. Во. Мне кажется, этого достаточно. Этого недостаточно для того, чтобы эту службу объявить, зарегистрировать как стартующую при старте системы, потому что нужна еще секция install, но это чуть позже. Давайте сначала попросту. Вот. Чтобы проверить, что она существует, надо сказать, SystemctelCat, который вот те самые делает, складывает все в кучку. Каты, я сказал. Вот. Еще одну юзабилити от этого самого, от поттеринга. SystemctelCat. Там захардкоднуто синий цвет. Ну, то есть, нет, когда вы файл делаете, он не делает синий цвет, а когда он экран делает, он делает синий цвет, наверное, потому что все на свете мониторы контрастные по отношению к синему. Ну. Да. Ну вот. Предположительно, этот сервис можно уже запустить. Давайте сначала сделаем вот так вот. Видим, что у нас только на... Ну, или вот так вот, что одно и то же. Видим, что у нас только ССХ на 22-м порту. Слушает. SystemctelCat. Macctel, start. Что там, календарь, да? Опа! На порту раз-два-три-четыре нам слушает нечто под названием Soccat. Почему Soccat? Ну, потому что Soccat же будет запускать этот календарь, не календарь там. Ну вот. И теперь можно опять воспользоваться... ой что-то номер а чуть номер а он же одноразовый он же одноразовый мы же не сказали мурис пол он одноразовый а чё это адрес alder news да ёлки-палки а я здесь я регизатор не сказал да 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 точно ха-ха-ха видите да и не сказал юрий садр это вот та самая история сокет залип и еще в течение таймаута будет залипнутый и форк не сказал поэтому одноразовый ну понятно если сказать форк он будет многоразовый и будет сидеть постоянно в памяти форкать обработчики если сказать здесь какой интерес сейчас дайте посмотрим так man правда правду сказать зато по всему вообще что есть system days и существует шикарный man страницы где описано вообще все поэтому тут ладно наверное осталось только найти где этот респоун но нет рестарт рестарт секунд рестарт степс блин а просто рестарт равно он будет обрабатывать одно соединение тут же перезапускаться вот и это кажется делается как раз в сервисе вот тут вот тут я сказал вот так только нет систем ктл релот нет а че там сервер вот нет как он называется что-то такой релот секунду демон релот это потому что мы изменили изменили сервис на на диск его надо пересчитать давайте тем сделаем рестарт так он во первых запустился ли он запустился вот предположительно не а не работает что-то я сделал не так рестарт опечатка да это еще одна фишка блин ленарта его юзабилити ошибка есть знаете где она на влоге на экран ничего не идет то есть смотрите вот в логах есть ошибка что здесь рестарт неправильно написано на консоли нету 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 там архитектура такая там двухчастной архитектуры некому выводить эту информацию на консоль да ну вот нет 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 там такая архитектура что эту информацию просто нельзя вывести видите вот человек с хорошими глазами увидел опечатку я не увидел и тут все такое причем он ведь запустился заразу он просто проигнорил эту эту строчку и запустился ну все заработать вот две штуки подряд не заработают если там сделать какую-то паузу вот такие дела двигаем дальше для того чтобы заработали две штуки подряд надо еще сделать форк вот это был то что называется полноценный сервис когда всю сетевую составляющую от начала до конца делали только мы давайте теперь поговорим про сокет активацию что такое сокет активация сокет активация эта ситуация когда сокет открывает сам систем д соединение принимает сам систем д форкается сам систем д а наш интерпретатор просто читать со стандартного до пишет на стандартный вывод правда удобно фактически это что-то похожее на то что для нас сделал сокат но уже с точки зрения систем д и он этим управляет например он может управлять количеством с максимально применимаемых соединений она по умолчанию ограничено чтобы вас никто не заспамил да и так далее так далее много всяких дополнительных на сокет активацию накладывается фишек удобно вот при этом сам сервис вот прямо к наш хикс дамп чисто прикладно не хикс дампа календарь чисто прикладной давайте напишем сервис который делать что насчет не дам посетит вы ему кидаете поток байтов а он вам возвращает хикс дамп от него просто будет запускать хикс для этого нужно сделать две вещи надо написать сокет активатор который сидит на этом сокете активирует соответствующий сервис ну и соответственно сам сервис сначала сокет активатор секс думт . сокет описание юнита не знаю плохая плохая плохой стиль не делать описание к тем тем юнтом которые вы делаете вы потом позабудите их там будет столько чтобы потом позабудите кто из них еще за хороший стиль сюда еще монпэйш вставлять там есть опция документейшен равняется ну это да но но нет вот копипаста знаете одно вот 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 такая штука работает очень быстро вот так сокет да нет не сикет а сокет листин стрима обсе пьес лесен стрим допустим не раз два три четыре раз два три пять раз у нас на два раз два три четыре уже висит календарь вот отцепь есть акцепть ест включает режим работы при которым у нас слушает систем д акцептить систем д форкается систем д и дальше он запускает обработчик уже ввода вывода ну смысле который считает вот вывод есть какой-то промежуточный режим когда вы не пишите акцепт ест когда вашему сервису надо передать открытый сокет но я вот не умею вот так что мы как бы рассматриваем просто второй полюс когда все за вас делать систем д кроме собственной интерпретации ну вот это значит так устроен сокет теперь давайте к нему напишем парный сервис а вот сервисом интересная штука смотрите здесь написано акцепт ест и это значит что у нас будет поддерживаться одновременно несколько соединений одновременно форк и пошел обрабатывать соединение форк пошел обрабатывать соединение это в свою очередь означает что что этих сервисов в каждый момент времени может быть запущено больше одного соответственно одним сервис файлом мы не можем обойтись нам нужно написать некоторый шаблон который описывает все порождаемые сервисы эта штука делается добавлением в название сервис файла бибячки она же это коммерческая она же собака вот и вот такая штука с бибячкой это такой шаблон в котором можно пользоваться собственным идентификатором запущенного сервиса мы сейчас все это посмотрим для начала отредактируем этот шаблон и так он будет называться шаблон до сих сдам бибячка . сервис вот ну опять же description 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 сервис сначала уже известно нам экзек старт вот а теперь мы должны описать что данный сервис активируется сокетом и вообще у него вот вывод это сокет вот делается это очень просто мы прям так и пишем стандарт тут эту сокет вот при этом авто это автоматически включает еще и опцию стандарт а вот этот тот же самый сокет иногда бывает нужно чтобы это было не так но в данном случае как бы включение одно включать другое если мне не изменяет память она мне может изменять но она кажется мне не изменяет этого вполне достаточно вот для того чтобы значит хекс дамп . сокет и и шаблон от хекс дамп сервиса вот вот если мы сейчас включим шокет активируем соки скажем систем ктв систем ктл и и наибл этот самый хекс дамп . сокет не и наибл а старт вот произойдет следующее никакого хекс дампа запущено не будет потому что подключение нет нет но на порту раз два три пять будет кто-то слушать догадайтесь кто систем д будет слушать на порту раз два три пять то есть когда придет соединение он запустит хекс дамп когда придет соединение он значит он уже забиндился он сейчас в состоянии акцепт этот когда придет соединение он сделает акцепт сделает форк и этому форку передаст ввод и вывод и запустит хекс дамп из стандартного ввода на стандартный вывод вот более того нам ничего другого делать не надо у нас уже активирован сокет так что если мы сейчас скажем какой ниткат раз два три пять то уже сейчас должен от хекс дамп запуститься вот он более того а вон это вот этот наш временно сгенерированный по шаблону сервис от хекс дампа у которого как видите идентификатор с абсолютно узнаваемая штука это наша знакомая четверка айпи получателя порт получателя айпи отправителя под отправитель вот таких мы можем нагенерить сколько угодно в силу того что у нас написано акцепт есть вот из многих мест вот ну собственно вот вот мы можем например с с он обрабатывает а этот самый систем д продолжает на раз два три пятом порту следующее подключение ждет вот например можем у нас в это подключение открыто а мы можем в это время сделать вот так вот воспользоваться этим сервисом неткат вот пожалуйста ну давайте теперь здесь что-нибудь сделаем о вот 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 тем самым мы организовали сетевой сервис логику которого мы написали сами ну тоже не сами потому что это хекс дамп минус c вот но мы ее реализовали как классический unix фильтр который считается стандартного вот пишет на стандартный вывод а всю сетевую машинелью за нас проделал проделал сокет активации систем д вот давайте мы ради эксперимента еще знаете что сделаем воспользуемся значит внутри внутри юнита вы можете пользоваться различными различными динамическими значениями сейчас покажу вот целая табличка огромная что можно как вот такие последовательности такие макросы будут заменяться на что-то на архитектуру там на на целую кучу всего и в частности интенс нын интенс нын это как раз и есть идентификатор того конкретного сервиса в которой раскрылся наш шаблон вот ну давайте сейчас вот здесь вот прям напишем экзек при равняется бин эхо доллар процент и чем еще хотим хостным какой-нибудь да процент х а можно еще наверное хотя а а а так если я сейчас делаю рестарт он интересно его сожрет или надо делать демон релот я не помню а смотрите ничего не надо делать сейчас проверим нет надо ой а почему сейчас а точно экзек пре может я что-то где-то ошибся а а экзек старт пре конечно как обычно как вы думаете где было сообщение об ошибке что нет никакого экзек пре в влогах так во первых проверим что да не надо было делать демон релот нам достаточно вот смотрите сюда почему демон релот быть не надо потому что у нас этот сервис не запущен у нас запущен только сокет сервис запускается на момент генерации шаблона когда он генерирует шаблон разумеется смотрит файл в файле написано что сделать вот видите 4 это порядковый номер запуска 5 6 да в идентификатор тоже входит и 4 числа вот такая вот такая вот штука вопросы давайте мы что ли давайте мы что ли его навсегда за сандалем здесь да для этого надо сказать все тот же едет страшный кстати обратите внимание я поискал в команд-лайне систем котель минус едет и нашел настройку сет хост-нэйм сервиса вспомнить что такое сет хост-нэйм кстати дать на него посмотрим сет хост-нэйм это штука которая выбирает из недр биоса настройки хост-нэйм и впендюрит их в хост-нэйм давайте посмотрим действительно с систем котель кат сет хост-нэйм сервис котель я сказал вот как видите структура абсолютно та же тип запуска правда другой ваншот потому что это делается один раз это не является сервисом вот зигзаг спрашивает какая разрядность от войти я думаю что разрядность от войди это строка любой длины вот значит риммин автор экзит с нужен для того чтобы систем котель говорил что сервис продолжает быть запущенным даже после того как он остановился а вот эта опция вот это место это то что нужно для того чтобы наш сервис вообще запускался ему можно было сделать систем котель ены был а именно секция install в которой написано когда он должен появляться вон тот бай такой-то таргет вот если мы сейчас сделаем то же самое в сколько у нас времени ой у нас уже мы уже час беседуем да ну ладно нам нам времени хватит давайте мы все-таки это сделаем чтобы чтобы это только не не сервис а сокет сокет если мы предусмотрели секцию install и сказали ну и ну и стола ну стола ну и сказали вон тот например там очень много разных зависимостей их какое-то бессмысленное количество ну например мульти юзер . target таргеты это такие юниты которые существуют системе на ничего не значит они нужны и такие чекпоинты они нужны ровно для того чтобы от них ставить зависимость вот если мы скажем вот так то мы можем теперь сказать system qtl и наибл хекс нам . socket при этом произойдет то что здесь написано а именно создастся специальный специальный каталог под названием мульти юзер таргет вонс в нем создастся символьная ссылка под названием хендсдакцампе сокет на наш сокет файл теперь при старте системы при выходе ее на прохождение прохождение таргет мультри сир таргет а мы естественно прошли в будет запускаться этот сервис даже если мы сейчас перезагрузим нашу наш системы д и у есть некий финальный таргет у этого финального таргета есть зависимости у них тоже есть зависимости зависимости зависимость определяется дерево зависимости потом проходят от начала внутри него тоже есть таргет сейчас дайте посмотрим да он видите как чем там а вот онлайн естественно системы сетям д не торг д в это онлайн не запустился потому что у нас он не настроен естественник онлайн не произошел поэтому в статусе degraded и вот 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 где то есть таргеты а тут нету никогда да а когда мы можем сделать wanted by не на таргет на какой-нибудь другой сервис например сплошь и рядом перед тем как запустится тот сервис сначала запусти перед wanted by это значит этот сервис хочет чтобы это было запущено вот мы например можем можем как раз могли вписать вот этот самый нетуарк онлайн ну вот значит и тут мы плавно переходим собственно ко второй а кстати я его перезагрузил нет не перезагружал что там секс дамп сокет да не тоже вот это он говорит иные blood то есть он будет перезагружен вас ну давайте сделаем ребут заодно плавно переходим к следующей теме сегодняшнего разговора который опять не имеет отношение прямого к сети имеет отношение к линуксу и системы 20 до сего дня мы все настраивали руками всегда настраивали руками сеть выключаешь компьютер сеть не настроена включаешь обратно надо опять настраивать руками до посинения пришла пора посмотреть как стоишь с помощью нетворк д систем д точнее настраивать сеть перманент это все очень просто выглядит вот ну с учетом значит некоторых идей поттеринга о том как что такое удобство в остальном все очень довольно просто реально одна из самых разумных несмотря ни на что система настройки сети им я на нее перешел вот многих местах и так у нас по умолчанию вообще-то настроен только 120701 кстати сказать тем же самым систем д не торг д но это уже другой разговор для того чтобы настроить сетевой интерфейс точнее не так какую-то сеть мы должны в специальном месте а именно gtc систем д нетворк создать файл в котором мы будем описывать настройки этой сети надо сделать отступление в сторону того что вообще в этом вашем линуксе есть такая штука когда один конфиг файл распиливается на много и помещается в каталог с именем что-то такое . d это удобный вариант при котором мы складываем все эти конфиги в одну кучу и потом их как-то анализируем таких . d на самом деле в в системе в линуксовой довольно много о видали вот все вот это это как раз попытка распилить один монолитный большой конфиг в много мелких конфигов которые будут просто храниться в соответствующем каталоге и там значит потом складываться в один большой вот ровно этим мы сейчас и займемся систем d а слушайте я вспомнил среди нас есть люди которые не любят редактор вим или не умеют редактор вим тут люди оглядываются но вот на вот есть есть такие люди значит если вы хотите чтобы ряда редактирование призах происходило невимом перегрузить и во что-нибудь во что-нибудь во что-нибудь иное по умолчанию всегда есть этот самый на 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 какой гейдет гейдет графика на на да по нам по молчанию везде принято использовать по умолчанию на на ленард использует по умолчанию на на и меня от на на немножко подгорает но но да вот значит если вы хотите редактировать не этим она допустим на ный то там сушки вам нужно изучить четыре команды на самом деле это две из них еще dd и и все больше ничего не надо ну даже не и о о и dd вот вам больше чего не нужно вот о вставляет строчку ну вот очень удобно dd вот если вы не хотите редактировать строчку просто удаляйте вписывается новый чё нет разговор идет о том какой минимальный набор команд нужно знать вот я и говорю dd и о это минимальный набор да 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 это между прочим тема курса курсовой дмитрий так ладно мы отвлеклись значит . да да смотрите помимо нетворк который описывает параметры настройки сети у системы нетворк д есть еще куча разных других конфиг файлов например описывающих параметр настройки линка помните когда мы туннель делали api link что-то такое об шмяп вот то что вызовет api link должно находиться файле что-то такое . link что-то что загрузит устройство и настроит устройство до того как мы будем настроить на него сеть должно называться нет дев ну и так далее но мы с вами начнем с настройки именно с настройки именно и tc systemd нет а я хотел показать как едитор перегрузить но в общем вы мне поверили его перегружаешь во что-нибудь вот что вам больше нравится хотите в mc едет тут есть mc едет страшный вот будет его запускаться не буду показывать как перезагружать здесь да за счет виме tc systemd нетворк ну скажем 50 интернет . нетворк почему 50 потому что . d схема устроена таким образом что файлы складываются в один в лексико графическом порядке они сначала упорядочиваются по именам а потом складываются поэтому хорошая практика приписывать в начале имени которая понятное дело может начинаться с любой буквы как вы там назовете приписывать некоторые число двузначное тогда все число по все эти файлы упорядочится в том порядке который вы укажете вот этим числом вот что мы здесь пишем мы здесь пишем какую именно интерфейс мы собираемся настраивать матч здесь можно написать помог адресу мочить или по имени мочите еще как-то но в нашем варианте мы пишем где тошной матчем по имени вот а здесь в разделе нетворк мы пишем что мы хотим настроить ну например адрес адрес или адр адрес ну например 10 0 2 14 14 лыж 24 и что еще гитвы и маршрут по умолчанию только два пятнадцать наверно равняется 10 0 2 2 кажется да между прочим мы вот этим вот этой настройкой сейчас воспроизвели ту настройку которая выдала dhcp помните для выхода в интернет в виртуалке надо сказать dhcp cd и этаж 0 и он сам все настроит как минимум вот эти две вещи маршрут по умолчанию и айпи адрес мы просто слямзили оттуда мы чего не сделали мы не днс не настроили днс могут настроить вообще следующие лекции не сейчас чем нужно сделать давайте посмотрим во первых систем д с этим к или рестарт систем д нетворк д хотя это не обязательно д нетворк тыл вот обратите внимание что про это h0 кстати нет лупбек настроил не систем д судя потому что здесь написано он менеджер про это h0 написано что во первых он конфигурит то есть это значит что с тем дни творог д умеет он настроил этаж 0 а во-вторых роут и был это значит что про него сделана запись маршрут по умолчанию вот то есть вот эта настройка которую мы обычно делали руками вот ну и вот эта настройка то есть в принципе даже даже как-то заработала вот видите ну там сейчас вот удивитым образом 158 250 10 1 оказался на расстояние двух копов от нас вот значит сеть работает то есть вот вам пожалуйста перманентная настройка и да это перманентная настройка сохранится после перезагрузки можно это проверить вот значит ну в общем здесь ничего такого ничего такого непонятного нету мы в уме раскладываем в это все вот это вот в команду айпи адрад а вот это вот от дефолт и все становится все работает само вот давайте посмотрим чтобы перезагрузка она пережила пережила к сожалению настройка dns они такая простая штука поэтому для того чтобы настроить dns вручную мы должны сделать это сами написать что им типа name сервер равняется нужно 1111 только без равняется вот это клаус ларь вот с этой поры у нас еще и dns будет работать вот видите даже обратный dns как-то работает ну в общем вот значит опять-таки этот эта настройка в таком варианте это настройка тоже перманентом потому что resolve conf и dc resolve com там никто будет никто кроме нас самих вот вам пожалуйста машин машину настроена можно перезагружать все такое что еще можно интересно рассказать на эту тему но это не только тел не только да вот не только статус вот вот пожалуйста более расширенный вариант не только теле которого нам расскажет много всякого про наш интерфейс и какой него адрес и какой там маршрут по умолчанию какая очередь вспоминаем прошлую лекцию да ну все расскажет короче вот кстати сказать файл . link тоже существует по умолчанию это это файл которым по умолчанию заводится обслуживаются все интерфейсы вот он говорит что имя не меняется здесь ими тоже не меняется кстати в вашем дистрибутиве linux очень может быть сетевой интерфейс будет называться не этаж 0 не этаж 1 а хитрым образом вот это связано с тем что именование интерфейсов в ядре происходит к сожалению в момент обнаружения их драйвером то есть вообще говоря случайно или например вы ставили usb ethernet вот появился еще один ethernet он определился раньше потому что избах от определился первым и он будет называться условный этаж 0 а тот который этаж 0 быть называться этаж 1 ну и тогда поэтому в разных дистрибутивах предусмотрены различные инструменты переименования интерфейсов ну например в их расположение по шине я сейчас покажу как это выглядит вот системы тоже в это умеет но мы вот не будем залезать потому что нас иначе времени не хватит чего еще маршрут статически можно настроить давайте мы это сделаем где у нас там клиент что что мы должны на здесь настроить мы должны настроить во первых матч как обычно name равняется этаж 1 потому что это клиент который будет ходить через ссрв туда да дальше адрес сами себе выдадим не адрес господи нетворк нетворк адрес сами себе выдадим ну допустим он такой же как у автонета до 10902 slash 24 до и гейтвы маршрут по умолчанию у нас будет 1090901 вот я думаю что нам достаточно этой информации для того чтобы после перезагрузки у нас почти начал работать интернет за исключением того факта что мы еще не настроили над выходящий да у нас пакет от машины 10902 в интернете не пойдет он застрянет на выходном интерфейсе вот но зато а маршрут по умолчанию для этого нам нужно было еще один машинка запустить слушайте давайте мы будем экономить время значит смотрите если у вас есть машина необходимость настроить маршрут по умолчанию просто для этого надо переделать два и два хаста мне времени на это нет да вы пишете отдельную секцию road на том интерфейсе на котором вы хотите сделать маршрут описывайте маршрутизатор и говорите до какой сети там маршрутизатор или сделать сейчас понятно что тут написано или лучше проделать одна сеть вы что делаете в файле нетворк говорите мы сейчас через этот интерфейс настроим маршрут это есть лекция пошла да но этого да да ну то есть это в документации можно посмотреть конечно же вот смотрите это это на самом деле это на самом деле есть вот здесь смотрите как я уже говорил все-таки в примерах в примерах очень неплохо все это делается сейчас roads сейчас да блин почему-то тут какие-то столько сложные примеры бы так ну ладно давайте так я ха я покажу то что я хотел еще показать а если нам если у нас хватит чуть-чуть времени мы тогда вернемся к настройке маршрута потому что ну правда тут два параметра какая сеть и как через как вот айпи road от вот это вот это вилл вот это вот вот в чем эта команда все урон она просто выполнится при наличии этой штуки сети все значит как я уже сказал ну во первых давайте посмотрим что действительно сеть в игре не такая настройка сети заработала вот у нас айпи р видите дефолт все такое вот у нас айпи а все настроилась вот осталось только включить включить на этом самом на маршрутизаторе включить маршрутизацию которая которая это самый айпи forwarding так вот айпи forwarding делается вообще одной строкой в любом файле . нетворк если вы вписываете ну вот смотрите вот допустим и сервы систем да блин сиск тл нет ipv4 что там у нас я забыл кто помнит что нужно делать чтобы а я помню я знаю кто помнит я знаю кто помнит вот 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 он сейчас 0 если вписать в любой конфиг нетворк ну например вот в этот в раздел нетворк и вот эту строчку ну в данном случае а пивы 4 потому что мы сейчас только пою 4 говорим то все при загрузке этой сети это эта опция а пифа разве включится вот она стала она была 0 сис нетворк отель ре конфигурь этаж 0 ой чё сделал не так сейчас о не до реконфигурь было недостаточно надо было за перезапустить нетворк д ну понятно потому что это не от интерфейса зависит это свойство всего 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 айпи стека вот вот после того как вот это вставил в первый попавшийся настроечный файл перезапустил нетворк д вот у нас теперь этот маршрутизатор работает работает этим самым работает маршрутизатором да чтобы включить с помощью системы д еще и над нужно тоже только одна строка но мы про это будем говорить когда будем говорить про межсетевые экраны потому что системы д по умолчанию пользуются не айпи тейблс а нф тейблс а там это вот такой конфигурационный файл на несколько строчек которые надо бы посмотреть глазками что еще можно рассказать как это в реал-лайфе устроена давай эти правильный пароль сказал нет неправильно вот как это устроено в реал-лайфе вот моя машина которая периодически всплывает у нас тут лекциях у меня в 762 стоит на этой машине настроена что на эту машину проброшен влан из классов для того чтобы можно было загружать виртуалку в этом самом в qmqm как если бы это это эта машина загружалась на одном из компьютеров в классе по сети то есть я реально могу прошивку которую я монтейню для нашего практику мы сидеть у себя наверху там в 762 и монтейнить ее и смотреть как она загружается в виртуалке что для этого нужно сделать для этого нужно давайте посмотрим для начала вывести влан влан если вы помните это ip-link значит должен быть файл etc что там systemd d network prak нет дев prak нет дев вот для начала даже не линк для начала нам нужно создать соответствующее устройство которое будет по-другому называться да вот это устройство которое будет называться называться prak на этаж ноль этим занимается созданием устройств их параметризации как вы помните занимается файл под названием нет дев в network d вот называться он будет prak тип у него будет влан я его так назвал это сеть практикума вот и 61 идентификатор потому что его админ так назвал это из всех вланов нам нужен только вланов помеченный 61 номером вот тегом вот у этого нет дева соответственно должен быть наверное еще какой-нибудь по какой-нибудь нетворк вот этот нетворк настраивать не надо потому что нам на хвост машине вообще не нужна настройка настройка никакие нам нужно что сделать нам нужно виртуалки отдать специальный бридж на который бы она забриджевала свой собственный интерфейс и могла бы загрузиться оттуда а нас вы будет будет настраивать интерфейс на поэтому здесь написано вот что интерфейс под названием прок ничего не делается с ним кроме того что он призуется с другим уже на этот раз бриджом под названием ол прок а этот бридж уже отдается виртуалки к сожалению этот самый так устроен это вам не виртул бокс к в м у к у ем к в м устроен так что он может объединять интерфейс и только с настоящим бриджом ну тогда он просто приближует свой собственный виртуальный интерфейс туда и все вот что такое ол прок опять сначала нужно создать интерфейс под названием ол прок это очень тупо он называется ол прок это бридж и настроить опять таки настраивать его не надо как видите тут ничего нету никаких настроек мы просто говорим что он вообще всегда активен понятное дело что он может быть да он его надо руками подымать потому что никто его не хочет вот мы говорим что он обвис об вот в этом состоянии у нас есть бридж ол прок интерфейс на это не смотрите интерфейс это вообще не я делаю интерфейс праг этаж ноль который вынимает из этаж ноль шестьдесят первый влан забридженный на этот прок и виртуалка которая с этого прок загружается такая вот история реал-лайф могу показать еще одну а уже не могу осталось 4 минуты вот примерно такая же история у меня и на рабочей станции которые на рабочей машине которые в вальте да там немножко другой порядок интерфейсов и немножко другие правила и там еще есть проброс виртуалки более сложный конфиг так что возможно не буду показывать такие дела соответственно если вам нужно просто влан пробросить вам даже вот этого бриджа не нужно пробрасывайте в лан и вот он таким настройкам если вам очень хочется настроить dhcp можно и dhcp настроить на самом деле и в конфиг будет выглядеть вообще примитивно тупо вот так все ну то есть матч интерфейс и dhcp он дальше он запустит свой собственный дхцп клиент вот но опять таки до тех пор пока мы не запустим специальный демон от систем д который называет занимается резолдингом в том числе резолдингом айпи в днс и обратно днс у нас не будет работать пока мы не настроим сами руками это вам не дхцп который сделает все про настройки дхцп про настройки резолдинг мы поговорим в следующий раз а у нас осталось время на то чтобы настроить настроить этот маршрут давайте мы это сделаем для этого нам нужно создать машину в том же интернете только роутер и и соответственно машину которая будет сидеть там да дальше мы запускаем роутер и в нем нам нужно настроить две вещи нам надо настроить маршрутизатор по умолчанию а собственно все и и и и и чтобы он чтобы айпи форвард работал больше нам ничего не нужно а и два интерфейса давайте настроим два интерфейса дип а b c d 4 4 так и т.с. систем д д а срв роутер дип вот этот роутер будет работать роутером и мы на срв будем вынуждены добавить поддержку маршрута вот оттуда помните то что нам бёрд сам доставлял а иначе приходилось руками значит как обычно интернет нетворк это у нас этаж 1 по всей видимости да матч это было матч name равняется этаж 1 этаж 1 а вот ip адрес нетворк адрес равняется 10 9 0 4 24 и гитвы равняется 10 9 0 1 так вот а еще будет дип нет какой-нибудь да он будет на внешне ой а а я не туда это сделал не в том месте файл положил тоже вот непонятно зачем так но ладно вот значит это у нас этаж 2 здесь 4 а здесь ничего не нужно и где-нибудь например вот здесь надо еще написать что это ip forwarder да да вот чтобы он работал чтобы он работал зря я сделал ребут надо было про и стал ставить ну ладно а 10 9 1 да ой а он не настроен да да он не настроен ща мы по-быстрому это сделаем мы по-быстрому это сделаем а да а чё у нас 60 не заработало А, мы его просто не сделали Да, что я сделал неправильно А, как обычно никаких ошибок не выдал Все ошибки в логах Да что ж такое Тороплюсь Это так и есть Так, сейчас А что тебе не нравится Это раньше было Теперь А, ну я молодец, конечно О Чего? Ох, какое ощущение, что я тороплюсь и не успею Ну, давайте еще чуть-чуть потратим пару минут Так, роутер СРВ А, он не настроился Откуда это? Так, заработало Теперь Клиент Нет, не клиент Дип Так Вот, значит Ради чего все это делается Это делается ради того, чтобы мы из этого дипа смогли достучаться до СРВ А СРВ нам ответил У СРВ есть проблема Он не знает ничего о сети 10.4.0 что-то Эту сеть надо где-то добавить Вот Ради этого все вообще Ради этого все вообще Строилось Вот здесь нужно сказать Роут Гейтвей 10.9.0.2 Дестинейшн 10.4.0.0 Слэш 24 Вот Гейтвей через что Куда Да, да IP Роут Куда Ве Что Пробуем О То есть У меня такое ощущение Что если мы сейчас здесь настроим сеть То он должен по идее заработать А дип-то тоже не знает СРВ сейчас Сеть, которая там Ну да Его надо настроить Нет Ей проще Ей проще Дипу проще Ему сказать Дефолт это роутер Он сам разбирайся Да Причем это можно отсюда же взять Только адрес другой Да Так Значит Сколько там 4 Во-первых 4 Вот здесь Во-вторых 4 4 4 5 Да А здесь 4 Вот Не работает Не работает Сейчас опять В адресе будет Коварно запитание Нет Нет Так А секунд Тут вроде все понятно Давайте попробуем Speeddunk А мы писали здесь Роут Должны были Ну Во-первых Давайте попробуем Если мы не писали То вы правы И Ой Отстань противное Нет Где-то я что-то Не достроил Сейчас Секунду А Роутер не 10902 Он 0.4 Все Сейчас сделаем 10902 Это клиент Он у нас лишний Вот Когда мы все сделали правильно Она заработала Ну вот Успели С некоторым опозданием Значит Домашнее задание Будет совершенно очевидно Вот Написать Значит Да Домашнее задание Будет такое Нам нужно написать Три сервиса Один делает Hexdump Другой делает Dehexdump То есть Превращает обратный Поток шинстеричных чисел В Значит Тот поток байтов Который был Это надо делать Удобнее делать Не с помощью Hexdump А с помощью специальной Программы Hexd Которая является Компаньоном к Vib Вот А третья Служба Будет Заменять Одну строчку На другую В текущем потоке Таким образом Из этих трех служб Можно сконструировать Конвейер Который будет заменять Произвольный байт На произвольный байт В текущем потоке Третья Третья служба Должна подменять Одну строку Другой Еще Не Dehexdump Именно Именно Что в Hexdump Потому что Хрен знает Какие у вас байты Может быть Табуляцию Хотите убрать Вы делаете Hexdump Вам приезжает Этот 0x8 Вот 0x8 Заменяется На 0x20 Делаете Dehexdump И получается На выходе Пакет А то что Просто должны Подменить Еще Все В Hexdump Должны подменить Да Ну чтобы Чтобы можно Было произвольный Да Вот такая Вот такая Домашнее задание И да Это нужно Оформить Как сервисы Которые Запускаются Ну короче А все Настройки Тоже Сети И тому подобное Как хотите Сейчас Дайте посмотрю Я Одно из двух Одно из двух Нет Все настройки Должны быть С помощью Синдэн И торг Двадцать Потом В других Может быть Как хотите Здесь Просто ради Тренировки Делаем Вопросы Есть Нету Тогда Все Значит С некоторым Из вас До завтра С некоторыми До через Неделю Спасибо 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 Спасибо